18 марта Россия может полностью закрыть границы, сообщает коммерсант. Исключение для российских граждан и тех, у кого есть вид на жительство. МГИМО, МГУ и МГТУ имени Баумана переходят на дистанционное обучение. В России пока около ста заболевших, тем не менее в Москве в экстренном порядке строят дополнительный больничный корпус для заразившихся. ВОЗ сообщил о 14 тысячах новых случаев за сутки по всему миру. Макрон объявил о полном закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны на 30 дней. Внутри самой Франции ограничили перемещение людей. Такие же меры и на Украине. В Испании национализированы частные больницы. В США провели первые испытания вакцины, но выпустят ее не раньше, чем через год. Американцы тем временем массово скупают оружие. Владельцы магазинов заявляют о 40-процентном росте продаж. Большинство покупателей – те, кто до этого никогда раньше не владел пистолетами и винтовками. Рейтер пишет, нынешний кризис переживут лишь немногие американские компании по добыче сланцевой нефти. Они уже вынуждены продавать сырье ниже себестоимости. Австралийское агентство КАПА прогнозирует банкротство большинства авиакомпаний по всему миру, если эпидемия не пройдет к концу мая. Концерн Peugeot Citroen останавливает заводы во Франции, Испании, Португалии, Словакии, Германии, Польше и Великобритании. Рубль немного окреп на новостях о выделении 300 миллиардов на борьбу с коронавирусом. Однако Bloomberg заявляет, что поможет это ненадолго. Американские биржи упали еще на 12%, и если падение продолжится, российская валюта рухнет на 30%, до 97 рублей за доллар. Сильнее может обрушиться только турецкая лира на 40%. Олег Первов воспользовался обвалом на рынках и купил акции Лукойла почти на миллиард рублей. Ранее также поступил глава Новотека Михельсон и ряд топ-менеджеров Сбербанка. Вспышки коронавируса в целом ряде стран связаны с религиозными общинами, пишет Bloomberg. Так произошло в Южной Корее, также случилось в Малайзии, где болезнь распространилась после 16-тысячной пятничной молитвы. В РПЦ издали указ о протирании спиртом ложек для причастия и икон. О закрытии храмов в преддверии Пасхи речи не идет. В Ватикане пасхальные службы пройдут без прихожан. Коллекторы составили рейтинг регионов-должников. Его возглавила Тюменская область. Средний долг по кредиту там составил 200 тысяч рублей. Второе и третье места у Москвы и Санкт-Петербурга – 189 и 180 тысяч на человека. Большинство кредитов, говорится в отчете, брали 2-3 года назад, чтобы сохранить потребление на привычном уровне. Но экономическая ситуация в стране вынуждает людей переставать платить по судам. В Совфеде, между тем, рассматривают законопроект о создании института частных судебных приставов. Документ еще в прошлом году представили в Торгово-промышленной палате, но тогда речь шла только о передаче в частные руки споров, касающихся юрлиц. Теперь же в документе фигурируют и физлица. Скептики заявляют, что отдавать придется еще больше. Частные приставы будут брать за свою работу до 5% задолженности. Ариановости посчитали количество безработных в стране. Их 3,5 миллиона, а средний возраст 37 лет. Самые высокие показатели безработицы на Северном Кавказе. В Ингушетии – 26%, в Северной Осетии, Чечне и Дагестане – около 13%. За полгода количество безработных снизилось в 57 регионах, увеличилось в 23. Ротенберг получил звание Героя труда. Награду вручил лично Путин за особые заслуги в строительстве Крымского моста. Работы тогда вел в строй газмонтаж, который Ротенберг после завершения проекта продал Газпрому за 75 миллиардов рублей. Ротенберг на вручении заявил, что стройка была народной, поблагодарил работников Бога и Путина. Сбербанк начал привлекать к работе осужденных, заявил один из топ-менеджеров банка. Пилотный проект запущен в Новосибирске. Там заключенные в качестве исправительных работ оцифровывают рукописный текст и занимаются обучением искусственного интеллекта. Ранее Греф рассказывал о планах открыть в тюрьмах колл-центр Сбербанка.